К сообщению Сандры, что подрядчики могут посоветовать друг другу. У нас декоратор посоветовал нашу фотограф. В итоге сама больше всех и недовольна его работой. До этого она с ним работала уже. Не всегда вот я прочитала сообщение Сандры, ну я не стала никак комментировать, но я могу сказать, что далеко не всегда стоит доверять советам подрядчиков, потому что подрядчики, они смотрят довольно-таки однобоко, они не знают порой каких-то нюансов, каких-то моментов. То есть, когда подрядчик даже советует, я не знаю, фотографа, это может быть просто какой-то его знакомый друг, товарищ, сосед по лестничной клетке и так далее. Поэтому он его советует. А не потому, что у него классная фотография, не потому, что он круто обрабатывает, быстро отдает и так далее. И имеет какую-то творческую жилку, какой-то творческий какой-то взгляд. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео, и забрать файл, который я приготовила для вас. Горнева Ирина. В общем, если все было бы так элементарно, вообще я могу сказать такую вещь, что даже когда, вот сейчас попытаюсь донести правильно мысль, один и тот же подрядчик может сделать по-разному работу. Вот поверьте мне, я знаю сейчас, о чем я говорю. Один и тот же фотограф может сделать по-разному свою работу. Фотограф, который работает, допустим, с агентством, и фотограф, который просто фотографирует, допустим, просто невесту. Потому что у агентства, например, есть какое-то требование. Нам нужно, чтобы были вот такие-то снимки обязательно. Нам нужно, чтобы было вот это, вот это, вот это, и про это нельзя забыть. И подрядчик понимает и знает, что, ага, так, все, мне по-любому нужно вот эти снимки достать из молодоженов. Та же история с декоратором. Один и тот же декоратор может сделать совершенно разный декор, совершенно разный, понимаете? То есть один и тот же декоратор может, когда он делает, допустим, декор просто, да, невесте, он может сделать, ну, совершенно не то, что он сделает, когда он работает с агентством. Совершенно не то. И дело не в том, что декоратор плохой или плохо относится к невесте. Дело не в этом. Дело в том, что есть коллективный труд. И многие этого не понимают, к сожалению. Многие думают, что можно, допустим, заказать просто человека, и он сделает классно. Это же этот человек сделал, остальные же никто не участвовал в этом процессе. Это сделал только он и больше никто. А на самом деле это не так. Это далеко не так. Потому что любой проект, он создается не одним человеком, он создается не только декоратором, он создается коллективно. И прежде всего в этом участвуют организаторы. Открою вам сейчас тайну. Потому что то, что создается, и вообще те проекты, которые создаются из года в год нами, зачастую это реально придумка, даже не декоратора зачастую. То есть зачастую это происходит так. Мы встречаемся, обсуждаем, а давайте попробуем вот это. Слушайте, а давайте попробуем вот это. А если мы сделаем вот это? Слушайте, а я вот здесь вот увидела вот это, вот это, давайте попробуем внедрить вот это. И коллективно мы приходим к какому-то решению, к какому-то мнению, и начинается уже создаваться какая-то картинка. Поэтому вопрос с тем, советовать, не советовать, ну это очень индивидуально. И когда невеста готовится самостоятельно к своей свадьбе, ну наверное я бы все-таки прислушивалась больше всего именно к себе и к своим каким-то внутренним ощущениям, нежели к советам.